В выпусках новостей. Доллар на завтра 33.15, евро 45.07. В Москве ближайшие сутки от двух до четырёх тепла, мокрый снег с дождём. Александр Климов, служба информации Эхо Москвы. В эфире вы этого не слышали. Лечебно-исправительное учреждение в Мордовии. Фотоотчёт корреспондента The New Times Зои Световой вы можете найти на нашем сайте. Все блоги читайте на нашем сайте. В программе «Особое мнение» своё особое мнение выскажет писатель, журналист Дмитрий Быков, ведущая Ольга Бучкова. Особое мнение после 19 часов. Блог. Аут. По четвергам. После 21 часа. Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звёздные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьёвой. Блог. Аут. Каждый четверг. После 21 часа. Оля, возьми микрофончик, посмотри. Вот так нормально? Проступникам простых людей, помогавшим царю... Так годится? Затем сделался всемогущим патриархом и властителем Дума Алексея Михайловича. А затем последовали ссора, опало и суровое наказание. Что же привело патриарха к падению? И когда он успел сделать тот самый шаг от любви к ненависти? Ответы на эти вопросы вы найдёте в новом номере журнала «Дилетант». Читайте также «Матиас Руст» и его шокирующая посадка на Красной площади. Как это выглядит на фотографии? Новогодние игрушки, как зеркало российской истории. Уникальная коллекция Ольги Синякиной, а также «Нестареющий Дед Мороз» на новой карикатуре Андрея Бельжо. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте «Дилетант.ру». Тебе за 30, а ты всё ещё сидишь на печи? Встань, расправь плечи, займись полезным делом. Министерство обороны Российской Федерации проводит отбор граждан России в возрасте от 18 до 40 лет. Не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности на службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации. Чтобы стать контрактником, тебе необходимо зайти на официальный сайт Министерства обороны или обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или в военный комиссариат по месту жительства. Пройти все необходимые испытания и ты у цели. Защитим Россию вместе! Эхо Москвы Эту программу транслирует компания «Сити Виза». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Дмитрий Быков. Добрый вечер. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте всем. У нас есть сегодня новости, вы не поверите. Так, пожалуйста. Да, все, уже все готово. Ну, конечно, главная сегодня новость, ну, то, что обсуждают больше всего, это приговор Оксане Пановой в Екатеринбурге, которые дали условную двушечку, во-первых, денежный штраф. Вы оправдали по другой статье, по статье об обналичивании. Да, по другой статье. Обвинили в вымогательстве. По одному делу, да. Обвинили в вымогательстве миллиона рублей. И запретили на два года заниматься профессиональной деятельностью. Ну, ее адвокаты уже сказали, что они будут все это опротестовывать и обжаловать. Но все теперь ломают голову, что это такое запрет на два года заниматься журналистской деятельностью. Спецы разные, типа Михаила Федотова, который про это знает, несомненно, сказали, что это неисполнимый запрет такой, неконтролируемый. Нет, ну, во-первых, у Оксаны Пановой несколько профессий. Она и журналист, и издатель, и менеджер своего агентства, и при желании она может доказать, что она не занимается профессиональной деятельностью, а это ее хобби, допустим. Это всегда доказуемо. С другой стороны, если она захочет писать под псевдонимом, никто ей не сможет этого возбранить, и никто не сможет доказать, что это пишет не она. В-третьих, я думаю, что для Оксаны Пановой, человека чрезвычайно энергичного, всякое новое препятствие является, скорее, стимулом. И она попробует освоить какую-нибудь другую профессию, например, перестанет писать знакомру, а будет, например, читать публичные лекции. Это всегда возможно. То есть, конечно, окончательно заткнуть ее не удастся, это будет для нее очередной повод как-то, может быть, пересмотреть свои профессиональные обязанности. Мне очень нравится, что это дело оказалось в ряду уже нескольких, пусть не смягчений, но все-таки цивилизованных мер. Вот завтра выходит Фарбер, по всей вероятности, будет пересмотрено или, во всяком случае, радикально переследовано дело Константинова, в котором очень много ошибок выявлено. Есть надежда, соответственно, что и у Пановой будет касаться, но и тоже приятно, что она на свободе. Все это наводит только на одну мысль. Какой же ужас настанет после Олимпиады? Как же они будут отыгрываться на всех, кого выпустили сейчас? А думаете, вот зависимость именно такая? Думаю, да. Надо как-то успеть согрешить до Олимпиады или успеть убежать сразу после. Потому что у меня есть ощущение, что все эти послабления имеют единственную цель – резкую коррекцию имиджа. А уж потом, мне, кстати, надо посмотреть, в Германии во время той знаменитой Олимпиады были какие-то послабления, но для евреев не думаю, но хотя бы для явных врагов режима. Я не провожу аналогии, просто думаю, что оттянутая пружина бьет больней. Надо, конечно, после Олимпиады либо радикально затаиться, либо, может быть, как-то вообще сменить политическую ориентацию, срочно заявить о своей лояльности. Потому что любой, кто тягощен какой-то оппозиционностью за эти четыре месяца относительно правового государства, будет, я думаю, расплачиваться по полной программе. Вот вы зря тут про Олимпиаду вспомнили, про ту Олимпиаду, потому что ответ простой на ваш вопрос, на самом деле, были ли там какие-то послабления. Ответ очень простой. Были. Да неважно, потому что после этой Олимпиады уже произошло столько всякого разного, что уже какие-то там мелкие послабления. Уже большой роли не играли, да. Ну, очень многие же поехали и очень многие были уверены, что на самом деле, ну, не последние, кстати говоря, люди, Мережковский, Честертон, были уверены, что, может быть, еще, глядишь, Германия на самом деле идет таким образом к порядку. Ну, бывают, конечно, отдельные послабления, перехлесты или, наоборот, отдельные там перегибы, но, в конце концов, Мережковский откровенно симпатизировал фюреру. Я думаю, это самое тяжелое прегрешение на его совести. Поэтому нас не должно удивлять сегодняшнее такое удивительно лояльное, удивительно мирное поведение мирового сообщества относительно любых художеств российской власти. Фюрер был гораздо хуже, и то все в него искренне верили. Как-то я Ленею Рефенштальт спросил при личной встрече, а неужели вы ничего не подозревали? А вот это прямо Лене Рефенштальт при личной встрече. Прямо вот видел, да, прямо видел, да. А когда это было? Она приезжала на свое столетие в Ленинград на фестиваль посланий к человеку. Ух ты. В Петербург. Мечтала всегда посетить Ленинград, и вот посетила. И я ее спросил, ну, неужели вы ничего не подозревали? Ну, если Черчилль ничего не подозревала, как же я могла знать бедной женщиной? Черчилль-то говорил, что германский народ молиться должен за своего фюрера. Действительно, в 1934 году Черчилль что-то подобное сказал, что очень повезло германскому народу. Я не провожу, конечно, никаких аналогий, я просто хочу сказать, что наш спортивный праздник встречается всем миром с удивительной инертностью. И этому, в общем, не надо удивляться. Удивляться надо будет, когда в марте месяце, да, или там в апреле полетят бедные головушки. Вот к этому надо готовиться и очень стараться как-нибудь ничего лишнего не сказать. Вот, кстати, о всяких параллелях всевозможных и разных казусах. Да. Нет, я про другое. А я думал, что вы скажете про 9 января. Нет, я скажу про 9 января, но это будет позже. А сейчас я просто хочу за полторы минуты до перерыва успеть вас попросить прокомментировать инициативу, пишет в кавычках, например, только один из слушателей М. Провинц, господина Хлобыстина. Это очень долгий разговор. Это не на полторы минуты. Иоанн Хлобыстин великолепный русский юродивый. А юродство – это такая штука, это такой подвиг служения, который вообще-то предполагает довольно радикальную манеру поведения. Да, юродивый может позволить себе сказать, не могу молиться за царя Ирода, богородица не велит. А Хлобыстин гениально доводит до абсурда все намерения, все манеры, все лозунги нынешней церкви и очень многие лозунги националистов. Почти все, что он говорит, это злейшая, жесточайшая пародия. Он играет вообще страшно рискуя собой, репутацией имени, но юродство, я вам хочу сказать, это тяжелый подвиг. Моя любимая русская святая Ксения Петербургская тоже вела себя очень вызывающе, но, к сожалению, иначе о Христе не напомнишь. Перерыв на новости. Все, перерыв на новости, да, я пока тяжело задумалась, у нас буквально минута, минута перерыва, а затем мы продолжим программу «Особое мнение». Дмитрий Быков это был, как вы понимаете. Не уходи, реклама. Я еще спрошу про Дары Волхов, а бронемцев у меня есть замечательная семейная история. Вот просто ровно. И мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Дмитрий Быков. Еще один вопрос от слушателя, спрашивает вас Алина 60, а вот ваше мнение по поводу огромной очереди к Дарам Волхов. В первый день там нужно было простоять, в первые полдня, как я и читала, полтора часа, потом пять часов, сейчас уже девять часов. Да, и народ стоит уже от самой метро Фрундинской. Ну что вы сказали, господа, народ вообще-то не слишком бедствует от этого, морозы в Москве не лютые, плюс четыре градуса – это температура, которую можно провести на свежем воздухе. Это нам ничто. Нам ничто. А если бы было холоднее, так еще было бы веселее нам не стать привыкать, наша русская кровь на морозе горит. Я полагаю, что человеку необходимо стоять за чем-нибудь в очереди. Это каким-то образом стимулирует его духовность, это конституирует существующий порядок вещей, когда презираешь всех, кто сзади, и завидуешь всем, кто впереди. Очередь за духовностью – это фирменный наш стиль. Можно так стоять на концерт заезжей звезды, можно стоять на концерт отечественной звезды, можно за книгой дефицитной. Наверное, это нужно, наверное, это как-то душеполезно. Я лично считаю, что это такой род своего рода религиозного фетишизма, потому что стояние в очереди за прикосновение к поясу Богородицы, который якобы исцеляет от бесплодия, за прикосновение к дарам волхвов – это, конечно, к истинной вере отношения не имеет. Но, видимо, пребывание в очереди за духовностью учит людей в каком-то смысле смирению, в каком-то смысле морали. Может быть, это позволяет им общаться, потому что, а где еще им общаться, как не в таких вот местах, как на улице, да, на Фрунзенской. Была же, вы знаете, с точки зрения, что костяк протестов 11-го года закладывался в очереди к поясу Богородицы. Люди поняли, что можно выходить на улицу с духовными целями. Я читал статью, где это доказывалось очень серьезно. Видимо, когда люди стоят за прикосновением к дарам волхвов, они удовлетворяют какую-то свою важную духовную потребность. Отказываться от этой духовной потребности они почему-то не могут. Ну, если им это нужно, Господи, ну, пожалуйста. В конце концов, я не устаю цитировать вот это знаменитое стихотворение Нового Матвеева «Церковь вознесения на Успенском уражке». Да, там, славно Дидероту, весело Вольтеру, подвергать сомнению и не брать на веру странности и дивы сущности неясные под палящим солнцем Франции прекрасно. А здесь, в России, это не очень проходит, да. Вот, действительно, в нашей стране, может быть, и нету людей другого утешения, да. Мы не Дидерота, не Вольтера. Пусть они постоят в этой очереди, наверное, им зачем-то это очень нужно. И с Солнцем у нас тоже не очень хорошо. А вот спрашивает Игорь вас, кстати, в связи с Юродивым и Хлобустиным. Он спрашивает, а отец Кураев тоже юродивый, правдоруб или православный Сноуден, спрашивает. Нет, отец Кураев человек невероятной серьезности. Он не православный Сноуден, он, конечно, повторяет ситуацию, которая в России всегда была. Ситуация церковного, не скажу раскола, но разномыслия, разноречия, ситуация опалы, ситуация дисциплинарного нарушения, она в России возникает регулярно. Наверное, возникает потому, что здесь церковь слишком похожа на боевую организацию, боевую единицу. Опять-таки, если уж цитировать стихи, помните, как у Льва Лосева что-то есть военное в церковном. Вот, наверное, здесь многовато этого военного, и поэтому всегда будут возникать ситуации, если не раскола, то разномыслия. Мы знаем, что сейчас в православной церкви российской очень много священников, которые не имеют права по разным причинам давать интервью, высказывать свою солидарность, Кураеву, или вообще открывать рот. Мы знаем, что очень много церковных мыслителей, ну, просто наложена на них такая, уж не знаю, епитимия там или обязательство такое, они не могут открывать рот. Им вот разрешено оставаться в церкви, но критиковать ее не разрешено. Мы знаем эту ситуацию. Она, конечно, гибельна во многих отношениях. Но эта ситуация вполне себе такая знакомая для разных корпораций. Традиционная, конечно, для... Я не назвал бы это здесь корпорацией, потому что корпорация все-таки имеет гораздо более гибкие законы. Это для таких вот военизированных сообществ. Но если церковь так себя мыслит, ну, что ж поделаешь, не можем же мы ей давать советы. Мне кажется, что случай Кураева принципиально другой. Кураев человек очень серьезный. Нас не должен обманывать его периодически возникающий такой несколько тоже частертоновский мягкий юмор. Он мыслит веру очень серьезно. Он человек, сам очень серьезно блюдущий свой нравственный кодекс. Он всегда говорил о пламенной сущности христианства. И, конечно, для него разрываться в церкви оскорбителен. Оскорбителен лично. Охлобыстин совершенно другой случай. Охлобыстин доводит до упора, до абсурда, все самые гибельные тенденции, которые есть в обществе. Вот я не понимаю, почему, скажем, любимый мной Рубинштейн так уж гневно реагирует на охлобыстинский постмодернизм. Ведь, в конце концов, то, что делал Иван Охлобыстин в 90-е годы, это было как раз доведение постмодернизма до логического абсурда. То же самое, он как видит что-то опасное. Так он это опасное тут же начинает десятикратно преувеличивать. Как бы первым бросается в пасть дракону. То есть он такое увеличительное зеркало. Он, да, он действительно выявляет наиболее болезненные тенденции. Вспомните его игру в национализм. Потом, немногие помнят, наверное, потому что это, в общем, было не ахти, какое культурное событие. Но когда действительно запахло в России масштабным народным возмущением, не белоленточным, а еще раньше, просто люди, доведенные до нищеты, стали собираться как в Сагре. Помните? Вот тогда, да, в Сагре, да, тогда появился Соловей-разбойник Ахлобыстинский. Фильм о народном восстании, которое охватывает постепенно всю страну, о восстании фермеров, которые отстаивают свои земли и так далее. Вот этот Соловей-разбойник, народный заступник, он что, всерьез это делал? Нет, конечно, но он показывал, до какого абсурда это может дойти, если продлиться. Вот Хлебников снял об этом довольно умеренный такой, я бы сказал, даже пресноватый фильм «Долгая счастливая жизнь». А Ваня снял вот такую историю, точнее, написал, и сыграл в ней главную роль. Что это значит, что он призывает к погрому? Нет, конечно, он показывает, чем это может кончиться. То есть он сам так не думает, на самом деле? Да нет, конечно. Что думает Ваня, что у него на уме, один бог знает. Но то, что он провоцирует, педалирует, пародирует вот эту адскую кампанию по борьбе, скажем так, с альтернативной сексуальной ориентацией, для меня это совершенно очевидно. Но, простите, юродивый должен рисковать головой и репутацией. Что это за юродство дома на диване? Он отважно бросается в пасть к зверю, виден, на какую он сейчас наткнулся. Чудовищную отповедь, значит, с тошнотворной серьезностью, с какой-то паучьей в журнале «Сноп». Ольга Серебряная, страшно гордясь своим философским бэкграундом, производит серьезный анализ личности Ивана Хлобыстина, не понимая элементарных вещей. Видимо, потому что Ольга Серебряная, да простите меня, она не очень хорошо знает историю русского и родства. Если бы она ее знала, она бы сразу увидела, откуда растут эти ноги. — Ну, не обойдется у нас тут без русской истории, конечно, сегодня. — Конечно, не обойдется, потому что на 9 июля. — Да, не обойдется, потому что вот слушатели пишут сегодня очередная годовщина Кровавого Воскресения, виновен ли царь в массовом убийстве людей, Николай II был обыкновенным нелегитимным диктатором, а кто-то еще пишет, например, как Дмитрий из Санкт-Петербурга, а, прошу прощения, Алексей из Санкт-Петербурга. Вы часто говорите о человеческих прототипах, а кто, по-вашему, современный аналог Папагапона? Ну, просто тут вам вот просто... — Хорошая история. Значит, давайте начнем вот с чего. 9 января было колоссально раздуто советской пропагандой. 25-й год — это год первых советских юбилеев. Дальше традиции юбилеить по любому поводу у советской власти появилось. Да, праздников мало было, так вот они праздновали Великое Прошлое. 5-й год — это год массовых ликований и массовой публикации мемуаров по случаю двух главных событий. Это восстание на Очакове, да, и, соответственно, лейтенант Шмидт несчастный, и, конечно, это и Кровавое Воскресенье. Я не стал бы преувеличивать это событие, но не стал бы преуменьшать его, потому что Гапун был абсолютно прав в одном. Он сказал, если по нам выстрелят, у нас нет больше царя. И действительно, когда его, по сути дела, поставили во главу этого движения, а он очень горячо на это соглашался и активно хотел, и понимал уже, что ему соступить с этого никуда нельзя, конечно, сделали очень ложный выбор. Нельзя харизматика, к тому же такого любителя личной власти, ставить в главу угла. Именно поэтому... Кому же тогда ставить? Ну, вот тут... Они же там всегда и оказываются. Ленин несколько лучше. Ленин-то в отличие от Троцкого, от Жареса, он не харизматик. Многие люди, слышавшие его как оратора, поражались, насколько он простоват. Помните первое впечатление Горького от Ленина? Маленький, картавый, стоит фертом. Нет никакого еще не вождя. Гапун был красавчик. Гапун был не просто красавец, Гапуна называли новым Христом. И, кстати, многое в его поведении... Ну, по честолюбию-то они же были одинаковые. Его прошлом нет, совсем нет, конечно. У Гапуна была совершенно такая религиозная, мессианская амбиция. Не будем забывать, кстати говоря, что в Духовную Академию поступил он по рекомендации с помощью Победоносцева, который вообще поощрял такое харизматическое священство. И у меня есть ощущение, что... Понимаете, если бы это был другой человек, ситуацию можно было бы остановить. Остановить ее еще 7 января можно было бы. Но Гапун это та личность, которая не умеет сворачивать. Поэтому у него, собственно говоря, и нет сегодня аналога. Это человек с нормальным мессианским пониманием. Вот в отличие от Распутина, который просто был очень ловким манипулятором, и Родзинский довольно наглядно показал, как он манипулировал, с Гапуном не очень понятно. Действительно, многое ему удавалось совершенно мистическим образом. Вот его должны были переводить через границу. Он разминулся с проводниками. И как-то он перешел ее один. Солдат в него в упор стрелял и не попал. Это тоже, в общем, чтобы русский пограничник в перебежчика не попал, это тоже довольно странная история. Ну, бывает. У него были странные ситуации чудесного спасения. Гораздо более чудесного, чем Распутин с его знаменитыми птифурами. Он действительно имел в себе некоторые черты нового мессии. Кстати, его и называли новым Христом. И он и внешне, в общем, был похож. Да, этот борода черная, глаза пронзительные, никто взгляда его не мог выдержать. Это, понимаете, страшная физическая сила при абсолютно женственном сложении. Он был довольно интересный тип вообще, Гапун, парадоксальный. Я абсолютно уверен, что на январь пятого года он никаким провокатором не являлся. Очень возможно, что потом, когда пошли всякие тайные сделки с Витте, он действительно перебежал. Но, ну, как в эмиграции, знаете, всегда революционеры ссорятся, и он разругался там со всеми. Но пока он был здесь, и пока он собирался везти туда народ, он явно никем не завербован. Катастрофа в одном. Русская власть очень не любит, когда ее загоняют в угол. А здесь выбор был только один. Гапун его, кстати, гениально сформулировал. Либо ты выходишь к нам и машешь белым платком, и начинается всеобщий праздник, и ты наш царь. Либо ты выходишь и машешь красным, и тогда у России нет больше царя. Конечно, очень власть не любит таких ситуаций. Я абсолютно уверен, что сам Романов Николай Александрович никакого отношения к этому расстрелу не имел. А там же каких-то родственников. Ничего не знал, дядья. Но самодержавная пирамида России такова, что всегда за все отвечает человек, стоящий на вершине этой пирамиды. Виноват Николай Александрович? Виноват. Он ничего не сделал для того, чтобы эту ответственность разделить. Значит, ничего не поделаешь, это он. Конечно, в этот день была впервые в русской истории, впервые порвана связь между царем и народом. Раньше существовало, вы помните, под каким лозунгом Гапон шел туда. Есть страшные бояре-опричники, есть ты наш царь, правь страной вместе с нами через головы жуликов и воров, условно говоря. Значит, эта тема очень популярна в России и сейчас. Я надеюсь, что российская власть будет помнить этот ужасный урок. Я надеюсь, что и российская оппозиция будет помнить этот ужасный урок и никогда больше не поставит на миссию харизматика, который ради сохранения своей роли поведет людей под пули. Гапону ничто не мешало одуматься 8 января, все знали, чем это кончится. Он сказал, для меня отступления нет. Вот на таких людей мы больше ставить не будем. А на кого тогда ставят ставить? Ведь только такие люди оказываются во главе колонны, например. Нет, совсем нет. А кто? Понимаете ли, мы очень недооцениваем ленинский менеджерский опыт. Ленин это бухгалтер мятежа, как его назвала Слепакова. Но ты бухгалтер мятежа, хитроприщуренный, лукавый и так далее. Он действительно расчетливый менеджер революции. Он, кстати говоря, о встрече с Гапоном вынес очень положительные впечатления. Они в феврале 5-го года увидались и они друг другу очень понравились. Но тогда уже Ленин о нем сказал абсолютно точно. Он сказал, что человек убедительный, но без мировоззрения. Вот это очень правильно. У него нет мировоззрения. Ленин все-таки при всех своих... Обратите внимание, что в русской революции были титаны гораздо убедительнее Ильича. Плеханов был умнее, безусловно. А народная воля была решительнее. А Савенков был харизматичнее. А Троцкий был зажигательнее. А Троцкий лучше писал. А победил Ильич, потому что он умел, во-первых, с народом договариваться. А во-вторых, он менеджер этого процесса. Вот этот урок тоже нам должен... Одно еще, он не умел мириться. Он умел только размежевываться. Значит, а лучше бы нам вообще обойтись без революции. Но если уж ставить на кого-то, то не на вождя. Ну да. Еще хорошо было бы обойтись как-то без царей. Без самодержавия тоже хорошо бы. С платками, да. Вот именно поэтому очень бы хорошо, чтобы и та, и другая стороны не доводили до края. Мы сейчас перерыв сделаем и потом продолжим программу «Особое мнение» с Дмитрием Быковым. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Дмитрием Быков. Ну, конечно. Ну, разумеется. Ну, непременно. Пишет нам тут сразу несколько человек, в том числе Виталий, что годовщина Кровавого Воскресенья по новому стилю 22 января вовсе даже не сегодня. Я в курсе. Ой, ну, господи. Ничего не поделаешь. Уже блог припечатал грозя Артура Мацусима и грозя 9 января. 22 января туда не лезет. Сегодня 9-е? 9-е. Да, мы 25 октября, когда мы пересчитываем 25-е, первый день, мы понимаем, что у нас годовщина 7 ноября, но ничего не поделаешь. 25 октября мы тоже как-то радуемся. Или, напротив, скорбим. Да, так вот, возвращаясь к теме 9 октября, чтобы уже с этим разрулить, да, есть ряд вещей, 9 января, простите, да, есть ряд вещей, о которых я, значит, не успел договорить. Тут, мне кажется, две действительно роковые проблемы, которые и по-прежнему 109 лет спустя Россия никак не разрешила. Первая такая проблема – это совершенно абсурдная вера в миф о добром царе и злых боярах. Если она тогда в Гапоновском союзе петербургских рабочих, абсолютно, кстати, прозрачной для полиции организации, да, наследнице зубатовских профсоюзов, если даже тогда рабочие могли еще как-то в это поверить, то 109 лет спустя верить в этот миф о добром царе и жуликах и ворах его окружающих абсолютно бессмысленно. И вторая причина. Простите, пожалуйста, а те, кто верят в миф про доброго царя, они ведь не ходят демонстрациями в наше время? Не знаю. А демонстрациями ходят в основном те, кто не очень верят? Не знаю, нет, они ходят демонстрациями на поклонную гору, как раз призывая Владимира Путина жестко очистить свое окружение и опереться на народ. Эта вера, она продолжает выражаться, да, но вот мы твой народный фронт, обопрись на нас. Никак они не понимают, что эта чиновничья прослойка абсолютно необходима в пермидальной схеме, потому что именно она играет короля, именно она принимает на себя все упреки и всю грязь моря, как мидия. Совершенно очевидно, что без этой чиновничьей прослойки не может существовать престол. Нет, вот давай ты их прогонишь, жуликов и воров, и будешь опираться на нас, твоих холманских. Ну, так он и говорит хорошо, прогоню. Он, конечно, говорит, но он же прекрасно понимает. Возьму еще краше прежних, естественно. Да, но он прекрасно понимает, конечно, ситуацию. Так что вот то, что с этой верой пора заканчивать, это, по-моему, уже даже очевидно всем. Это первое, да. А вторая проблема тоже очень печальная, это проблема, в которой, увы, в пермидальной схеме один отвечает за всех. И это очень горько. Один кто? В настоящее время, конечно, президент России. Мне очень горько, что этот человек несет на себе ответственность за все, что происходит в стране. За все, в чем он иногда не виноват ни сном, ни духом. А история скажет, что виноват. Но он же сам на себя. Вот, вот в этом-то и есть трагедия, что вот все уже напоминают о том, что надо создавать институции, надо перераспределять эти полномочия, а их берется все больше и больше. Режим ручного управления, режим пирамидальной страны, он всегда ведет только к одному, чтобы все валили на одного. Это катастрофа, ребята, так нельзя. А может быть такая страна, как Россия, у которой даже московское метро устроено по вот этой вот... Циклической схеме, да? Кольцевой вот этой вот центробежной, наоборот, центростремительной схеме, и вся страна тоже. Совершенно очевидно, что может и должна. Она не может больше эту схему воспроизводить. Она не выдержит еще один круг сырьевой истории. И уже совершенно очевидно, что поезд не может по этому кругу больше бегать, вагоны откатываются, паровоз рушится. Надо что-то менять радикально в этой схеме, потому что она приводит к полной исчерпанности всех смыслов, всех парадигм. Уже невозможно ничего делать всерьез, все измываются. Да, у нас один откровенный юродивый Охлобыстин и 99 от книги бессознательно юродивых патриотов. Ну, послушайте вы там то, что говорит гениальный русский юродивый Александр Андреевич Проханов, что Путин — это фамилия, а на самом деле это русское чудо, которое вторглось в русское время, спасло наш Красный Кремль. Ну, это же, ну, просто это даже стилистически невыносимо, да? Неизносно. Вообще, это с трагической ситуацией для страны, когда ни в одно слово нельзя верить. Это ужасно. Именно поэтому я и надеюсь, что Россия из своей пирамидальной схемы выскочит, да, из циклической. Как она может из нее выскочить? Да, ну, очень просто, господи, перераспределив полномочия, устроив сильную власть на местах. То есть придет другой царь опять-таки? Нет, другой царь не придет. Который скажет, вот это это мне, а это это да. Придет самоорганизация. Золженицын точно совершенно написал еще в 73-м году, что кроме самоорганизации, это общество не спасется ничем. И попытки этой самоорганизации уже были, начиная с земства. И, конечно, что-то будет двигаться в этом направлении. Будут другие центры власти, ну, нельзя, чтобы была одна столица у такой страны. Будут другие города значительные, да, я надеюсь, что я сейчас не призываю никакому развалу. Нет, наоборот. И вообще люди, которые пытаются, значит, все интерпретировать как призыв к развалу, я думаю, они когда-нибудь сядут за воспрепятствование нашей профессиональной деятельности, и я буду этому только рад. После того, как другие люди кого-нибудь лишат права на профессиональные деятельности. Да, да, нет, ну, я просто хочу сказать, что, понимаете, мы можем закрыть все темы для обсуждения, да, мы можем говорить о погоде. И мы найдем, да, сегодня удивительную погоду в Москве. Но вам же скучно станет, ребят, так что давайте поменьше. А у меня есть еще одна тема, очень патриотичная. Давайте. Я как раз вот у учителя Быкова хочу об этом спросить. Да, пожалуйста. Потому что ЛДПР, как написала газета «Известия», предлагает в обязательном порядке украсить форму российских школьников двуглавым орлом. Вот приходите вы в класс. На груди он будет выколотить? Наверное, да, да. Или... Ну, где еще? Если это форма, например, физкультурная, то тогда можно, как у спортсменов, на спине приправить. А, слушайте, а двоечнику спарвать, потому что он недостоин. А потом опять, ну как из пионеров, исключали за плохого поведения? Приходите вы в класс, например. А на меня смотрят все эти орлы. Он смотрит 30 штук двуглавых орлов. Оля, я никогда не верил хоть в какую-то значимость школьной формы для самоощущения школьника. Это все внешние вещи. Есть школа, то есть есть форма в школе, нету. Нашит ли там двуглавый ореол, нашит ли любая другая эмблематика. Дедушка Ленин. Дедушка Ленин. Это двуглавый, да. Это мне совершенно непринципиально. Я считаю, что если в школе будет нормальная атмосфера, то можно вышить там хоть череп и кости. Это не повредяет на мировоззрение ученика. Что тоже встречает. Ну, группа ЛДПР вообще, я не могу это назвать партией, назовем это группа ЛДПР. Такое тоже зажигательное шоу. Шоу-группа. Арт-группа, как война. Они тоже ведь в некотором смысле такие прекрасные и уродивые, доводящие все до абсурда. Ну, давайте действительно. А я бы еще и на коже сделал татуировку каждому школьнику. Орла двуглавого и не забуду мать Россию. Ну, пожалуйста. Это совершенно меня как бы... ЛДПР тоже молодцы. Понимаете, вот без них в условиях полного уже болота совершенно не о чем было бы говорить. Не можем же мы с вами 40 минут обсуждать одного Гапона. Хотя, должен сказать, что книга о нем в серии Жизел выйдет довольно скоро. Вот посмотрим, как она будет восприниматься. Валерий Шубинский, насколько мне известно, петербургский исследователь. Это довольно интересная тема. А на самом деле уже давно пора написать новую книгу про Гапона после всех сказок, которые мы читали в школьных учениях. Да, поп Гапон, провокатор, да, там поп Гапон и необычный гон. Нет, я думаю, что как раз стоило бы об этом написать, потому что это абсолютно, понимаете, детективная история. И главное, вот еще, я забыл о третьем еще важном уроке. Ведь Гапона вели все это время. Его вела петербургская полиция с самого начала. Но они надеялись так. И он сам не был как бы сильно против, вовсе даже. Он не возражал, конечно. Но... И считал, кстати говоря, он считал, что это ведь часть его, в общем, как бы миссии, программы. Да нет, ну господи, если уж полиция создавала профсоюзы, утверждая, что так они будут прозрачнее. Ну, совершенно очевидно. Другое дело, что они ведь до последнего момента его не брали, Гапона. Довели ситуацию до того, что его взять уже было нельзя. Он ходил везде в кольце из десяти рабочих. Его можно было взять только с огромными жертвами. Почему они вели? А вот по той же причине, по которой до последнего момента, насколько я знаю, вели бессланских боевиков, по которой до последнего момента вели очень многих террористов, по которой всегда у нас вот... Ну, помните, как вели Багрова перед покушением стола и на столы? Да и довели до того, что он все-таки совершил это покушение. Довели до финала. Довели до финала. То есть люди всегда, вот спецслужбы всегда надеются, что вот они ведут, 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 а потом возьмут ситуацию под контролем. Понимаете, они же хотят как, чтобы государь заметил, да, они называют себя государевы-люди, и чтобы они на его глазах публично задержали, когда нарыв уже вскроется. Ничего не получится. Тогда уже задерживать будет поздно. То есть, если вот это самое страшное, что все эти провокаторы спецслужебные, да, которые ведут, да, пусть они не надеются на самом деле, их провокаторская деятельность, она ни к чему не поведет, они падут первыми ее жертвами. То есть, с точки зрения спецслужб, это не вопрос профессионализма, а это такая... Это именно вопрос профессионализма, заигрывание с деструктивными силами, да, ну вот они заигрывают сейчас с националистами. Они думают, мы их ведем, и когда надо будет, мы этот жупел пустим в ход. А так они у нас под контролем. Ребята, ничего не получится, если вы дозаиграетесь с ними, они вас первых сметут. Точно так же они думают, а мы вот играем с террористами, мы пугаем общество до какого-то момента, но они все у нас под контролем. И тут ничего не получится, ребята, они вас же первых надуют. Не надо играть с дьяволом. Дьявол, когда он получает мощь, когда он получает легитимность, он первыми сносит этих учеников-чародеев. Поэтому это лишний урок всем провокаторам России, которых очень много. И которые и сегодня пытаются заигрывать с темными силами. Ну, меньше-то их точно не стало, да. Думаю, это самое популярное. Знаете, вот меня очень мучает вопрос, почему в российской литературе, в российской культуре так популярна вообще всегда фигура провокатора, перебежчика, слуги двух господ. Почему Азев такая мощная фигура? А потому что равно отвратительный и оппозиция, и власть. Единственный человек, который имеет правоту, который производит впечатление умного и хитрого, это провокатор. Это герой Горьковской Караморы, герой Андреевских рассказов, это, собственно, герой Савенкова. Провокатор, подпольщик-конспиратор. Вот это самая удивительная русская фигура, потому что, кроме провокаторов, все остальные абсолютно плоские. Продолжение небольшое. Все, что скажете. Спасибо. Для Мурзы. Спасибо. Да, было смешно? Наступали. Да. Прошли наступающими, да. Давайте. Что мы должны сказать Мурзе? Мурзе мы должны сказать шесть штук. Давайте. Да, пишем, Наташа. Пишем. Будет ли помощь Михаила Ходорковского, политзаключенным, его косвенным участием в политике? Я думаю, что не только косвенным, но даже и прямым, потому что главное в российской политике сейчас это смягчение нравов и исполнение законов. В праве ли был Сергей Мохнаткин дать отпор полицейским в ходе разгона мирной акции стратегии 31? Я не знаю, я там не был, не знаю, что это произошло. Был ли это отбой или отпор, или была ли это попытка Мохнаткина опять за кого-то... Эх...